Девушки отдыхают Мне тоже так кажется, и моя интуиция подсказывает, что все события, которые там произошли, не случайны Что вы делали позже, детектив? Я думаю, что все это бы не произошло, без чьей-то помощи не вне Красный четко знал, куда идти, будто ему кто-то расписал план Но кто же это? Пока что я сам не понимаю этого, но возможно я скоро это пойму Сегодня мы разберем всех камерменов и я разделю их по отдельным группам, ведь их получилось намного больше, чем я думал А также я планирую выпустить и продолжение данной рубрики, но только про спикерменов и телеменов Если будет хорошая дача, то значит вам понравилось видео и выпускать продолжение есть смысл Всем привет, с вами Кетос Если вы не против, то я порекомендую вам свой телеграм-канал и Бусти, который недавно открыл В нем я буду публиковать не просто эксклюзивный контент, а также обучение по монтажу и дизайну для начинающих ютуберов по скипетитуалет Если что, все я это делаю исключительно на телефоне, так что многие из вас могут делать такие же видео Также я разрабатываю софтпак ютубера по скипетитуалет, чтобы вам не пришлось искать материалы салому И поверьте, он будет неплохим помощником для вас А подписки не такие уж и дорогие по сравнению с тем, что вы получите взамен Также я движусь к своей цели в 100 тысяч подписчиков Я был бы очень рад, если бы ты поддержал меня лайком и подписался на этот канал Как ты видишь, я стараюсь сделать ролик качественным Спасибо за твое уделенное время, а мы начинаем разбор С самого начала я бы хотел разделить эту расу на больших и обычных агентов А также мы будем двигаться к менее уникальным, которых вы могли бы пропустить к более запоминающимся А также я опишу всех их характеристики и способности Всего видов я насчитал 60 штук, но выделил только самых нужных Потому что некоторые просто работают как вариация с одеждой Обычный камермен, каждый из них имеет свой пажет У некоторых нет номеров, и это призыв того, что он никак не влияет на сюжет И скорее всего будет уничтожен именно в этом эпизоде Вот вам пример из серии с первой серии Также у них есть фонарики, чтобы видеть в темноте Хотя у них есть и ночное зрение Сейчас у многих камерменов есть свой ранец Лазерная установка и наушники, а также гранаты в виде туалетной бумаги Большую часть сериала мы видим именно камерменов Из-за них мы наблюдаем за всеми событиями Потому что их голова это буквально камера видеонаблюдения Из-за этого мы видим серию Full HD Так как это самое честное разрешение качества у таких камер У них имеется классический костюм У некоторых рукава подвернуты Но об этом мы тоже поговорим в этом ролике Камерамены с человеческими руками Да, это камерамены, но с человеческими руками Они появились в 11 эпизоде Из-за лени дофака Надеть всем перчатки Камерамены с черной камерой Да, просто черная камера и ничего более Также у него есть еще и такая вариация с другим костюмом Из той же 8 и 21 серии И кстати данный камермен появился всего один раз Возможно дофак когда-нибудь его вернет Камерамен с коричневым пиджаком Есть дефолтная версия как в 8 эпизоде А есть один из тех кто появлялся в начальных эпизодах И это два разных персонажа После по пути разбора вы поймете Почему? Ну ближе к концу Камермен с серой камеры Появился он в 15 серии и больше не появлялся Надеемся на его возвращение Еще есть камермен с оранжевой рубашкой О нем мы буквально ничего не знаем Некоторые думают что это тот самый камермен в желтой рубашке Но о нем мы поговорим ближе к концу разбора Близнец камермен появился еще в 31 серии Ладно, шучу У них чутко другие галстуки Но костюмчиком он чем-то похож на близнецов А возможно это он и есть Он еще появился в 55 и 61 эпизоде А также я его заметил в недавней 76 серии Довольно интересный камермен Будем надеяться что он тоже даст свой вклад в сюжет Камера вумен Нет не это, а вот это вот Это ее первая версия И возможно это одна из рас вуменов Ну потому что одна вумена всю расу будет маловато Поэтому остальные женщины Которые не воюют Либо сидят на базах И ухаживают за будущими бойцами Либо создают этих бойцов Короче в любом случае женщины не один шиты Гордон камермен Является отсылкой на Фримена И появился он в 70 эпизоде Теперь перейдем к более интересным камерменам Представляю Камера унитаз Но камермен Которого сразу же спалили И уничтожили Сам по себе он довольно слабый И для чего не нужен как для слежки И то И с этим у него все плохо Камера дроны Они представляют собой летающие головы Больших камерменов Но они немного отличаются от своих собратьев Нужны для починки ядра И через камеру выпускают поток энергии Который постепенно фиксит ядро Недавно их показали все в 4 серии И во второй версии Они имеют мини пушки Бабакам Чтобы как-то хотя бы защищаться Камерменов ученые Одни из умнейших в этой расе Которые работают мозгами А не кулаками Именно они и разрабатывают все эти технологии Для своей расы Эти камермены Одни из важных в сюжете Скибрит и туалет И свою важную роль Они доказали в темной фазе И один из ученых Отдал свою жизнь Посвятя одной из разработок А именно парализатору Да Это именно парализатор На основе которого сделали Улучшенные версии Парализ орудий Поэтому он И его класс Заслуживает респекта После мы поговорим Про отдельного персонажа Из этого класса И недавно всплыла информация о том Кем является второй человек В воспоминаниях Камера-вумен И это был как раз таки Данные ученые Впервые их показали В 23 эпизоде А также показали В 34, 35 и 42 Короче говоря Думаю перечислять все эпизоды Не буду Так как там есть спойлеры К следующим камерам Камермены и инженеры Не менее важные Чем ученые Они именно чинят По-моему В бою камер И залечивают все дефекты Притом в бою Они ничего не шарят Их легко уничтожить Также появился Более крупный индивид В 23 серии Которые фиксили Его ядро и руки Возможно это их версии Для Титана В этой серии Они впервые и появились У них иная модель камеры Называются они Корпусными На левой руке У них имеется Специальный прибор Который затягивает Раны Спаивает раны И так далее Могут даже чинить Более тяжелую технику А на спине у них Есть специальный Рюкзак-набор С инструментами И приборами Для починки Есть еще инженер С необычным колстуком Которому помогла Камера-вумен А также он отплатил ей Тем же В секретной сцене 76-го эпизода Мы также могли видеть его Рядом с Камера-вумен Возможно это новая парочка Камерамен-врач Не знаю как его назвать Но судя по халату И перчаткам Это какой-нибудь Врач Также он часто работает За аппаратом Напоминающим мне Кардио-мониторы А это означает Что у камерменов Есть сердце Ладно Один из них Еще работал Перед каким-то Огромным аппаратом Даже представлять не хочу За что он отвечает И один из них Походу наблюдает За всем на войне Как диспетчер Если что Это камермен В синим галстуке Камермены В сером костюме Одни из самых Странных камерменов Они всегда находятся На базе Вроде каких-нибудь Работников Иногда смотрят Фонджет Иногда идут По своим делам Возможно Это работники Внутри Этой базы Но почему же Они странные У них Человеческая шея И это как по мне Намек и до фака Что все-таки Минимум камермены Это люди Также есть вот такие Вариации камерменов Которые тоже За что-то отвечают На базе Унитазные Критики Их склад Постоянно меняется Впервые они появились В девятнадцатом эпизоде Пригляделся я Именно к этим двум С попкорном И напитком Так как Вслед появлении А именно в тридцать шестом Эпизоде Они тоже были Унитазными Критиками И тот Кто пил напиток Появился в 62 серии А второй похоже Не дожил И вот вам Интересный момент В сатой серии Теперь думайте А последний раз Критики появлялись В 43 эпизоде И отряд был уже Из вантузмена Красного камермена Ученого И двух камерменов О которых мы Ничего не знаем Первый вроде Появился в 31 эпизоде А второго Мне было лень искать Но я думаю От этого мало Что изменится Некоторые предполагают Что эти Камермены Которые сидят на унитазах Что-то по типу Высших по званию Все возможно Давайте перейдем К большим камерменам А после уже К более важным Персонам Этого сериала Большие камермены На данный момент Среднего размера Работают как тяжеловесы И в атаке Всегда стоят первыми Также по селе Они превосходят Обычных камерменов И в принципе Почти всех Обычных агентов Поэтому им достается И оружие По их кабаритам По скорости Они довольно медлительные На их голове Стоит киноплюночная Кинокамера Они начали появляться С 11 эпизода Большой Большой камерамен В старых сериях Мы можем заметить Что были камермены Которые были больше Своих собратьев Раз так два Минимум И они Отличались Своими большими Конечностями Впервые таких Мы увидели В 18 эпизоде А после еще Двоих в 22 Непонятно где Они сейчас Возможно Все уже давно Истреблены А возможно Осталась еще Малая часть Которые просто Не попадают в кадр Большой камермен В сером костюме С бежевым галстуком Впервые появился В 31 эпизоде В таком вот виде А после Его редизайнули В 34 Камермен Камермен в коричневом пальто С голубым костюмом И камермен С красным костюмом Впервые Появились в том же эпизоде Но только В зараженном виде Также там появился Еще и камермен В коричневом пальто Но с серым костюм Но он куда-то исчез В общем Эта троица Еще не раз появится А также Они были вместе В 34 эпизоде При этом Коричневого И серого Уже успели Обеззаразить И понадобилось Ровно 3 больших камерменов Чтобы обеззаразить Красного А это говорит о том Что красный Возможно Сам по себе Довольно силен Относительно Других Своих собратьев После коричневого И серого Мы видели В 43 эпизоде Сам же коричневый Был снова заражен А после снова Обеззаражен В 48 эпизоде А красный Появился В недавней До в сцене В 6 серии Так что Скорее всего Эта троица Еще Жива Быстро Пройдемся По зараженным Агентам В общем-то Если заразить Агента То его Конечности Искажаются И удлиняются Тех головы Смеркают Синие партиклы Что являются Признаком Заражения И становятся Они кстати Более Агрессивными Чем были Большой камермен С двумя дубинками Он является Фанатом Бантузмена Я один раз Даже показал Свою преданность Ему В 53 серии Пройдя Как он И там он Впервые И появился Но к сожалению Его разнес Скобедик В 54 серии Почему это именно он? Ведь есть Другие камермен С дубинками У него имеется Отличие У него Их две А вторая дубинка У него была На спине Но возможно Данный камермен Еще вернется И покажет себя Камермен В голубой рубашке Появился он В 67 серии Впрочем Он имеет базуки Потерял своего Собратора В бою Ну и сам Трагично погиб В 68 серии Отдав свою линзу Вантузмену Таким образом Помог ему Спастись От экрана Телеменов Большой ученый Камермен Один из уникальнейших Рассонажей Появился В 36 эпизоде В возможной разработке Это танк Парализатор Чтобы обезвратить Паразита На спикермене Титане А так же Был со своей Новой разработкой Эпизодом ранее Был ликвидирован Джетолитом В 38 серии Но я могу Вам раскрыть секрет В 57 серии Нам показали Что даже Улучшенная версия Данного танка Не справилась С этой задачей Поэтому В любом случае Эта миссия Была бы провальна Пресс-ф И последний Биг Камермен Под названием Камермен 113 Никто не знает Когда он впервые Появился Но если сложить Все числа То получится Цифра 5 В этой серии Хоть и нет камерменов Но по росту Оператора Мы можем понять Что это был Биг Камермен Не знаю Это он или нет Но возможно Это совпадение Так же Если сложить числа 1 и 3 Или 11 и 3 То получим число 14 Там было огромное Количество Камерменов Но я выделил Одного шустерого Который смог Уклониться От ракетного туалета Крайве всего Это и есть Наш 113 А если Прибавим числа Этого эпизода Снова наткнемся На 5 эпизод В общем-то Это очень старый Камермен По его номеру И его камера Горит голубым светом Как у Вантузмена Это признак того Что это элитный солдат И у него есть Сюжетная броня По дизайну Он кардинально Отличается От своих собратьев Ведь имеет полностью Черный костюм Как у Вантузмена Впервые он появился В 70 эпизоде И мы наблюдали Честь серии От его лица Он имеет наушники Райенс Чит На правой руке А так же подобие Элисатрона На той же руке Который может навредить Даже астротуалетом Так же он может Находиться под водой Возможно И его собратья Тоже так могут Отличительная черта От своих Это шустрость Что позволяет ему Уклоняться от атак В общем-то Это довольно опытный боец Теперь перейдем К финальной части видео А именно К уникальнейшим Камераменам Да Би камерамен был уникальным Но я не решил тянуть И сразу рассказал вам О нем Желтый камерамен С синим гастуком И камерамен с синей беретой Являются Недавно добавленными Камераменами Но уже показали Свою значимость В сериале Первый появился В семь шестой серии Второй В доп сценах Двадцать четвертого сезона И является Отсылкой на Билла Из Left 4 Dead А также имеет Лазерную установку Наушники и ранец Этот камерамен Также имеет при себе Сигарету Он одет Латексное пальто Есть синий гастук Под цвет его береты А также Один из первых Кто оседовал Скибедиста Под симпираменту Он скорее всего Меланхолик Терес ангвиник Это можно понять По его галстуку Синий гастук Говорит о том Что он Более эмоциональный И поэтому Он постоянно Подавляет это состояние С помощью Сигареток Так еще Объединився С скибедистами Без лишних вопросов Желтый По характеру Более сангвиник Он имеет Такую же пушку Но в экстренных ситуациях Он может затупить И стоять на месте Что говорит О его неопытности В отличии От того же Билла Он имеет Желтую рубашку И фиолетовый галстук Также на правой ноге У него имеется Бархатная тяга Не знаю Почему его обувь На одной ноге Так и отличается Возможно Это все таки Отсылка Отбил Одни из первых Кто объединились С скибедистами А желтый И вовсе запал На мутант тиху В общем С них это скорее всего Все и началось Камерамен 1247 Один из самых Загадочных камераменов О нем мы узнали Впервые В 56 серии И я думал Что он В этой же серии Был уничтожен Но оказалось Что эта легенда Обявилась еще В 74 серии И в этой же серии Ему опять не повезло И он вроде как Сгорел А возможно Снова выжил Потому что Мы не увидели Надпись Critical Damage И я заметил Еще такую Особенность С ним Постоянно Находится Кто-нибудь Из камераменов Что в 56 серии Что в 74 Он был не один А также В 56 серии ТВ-мен Именно ему Высказался И все камеремены Смотрели Именно на него А в 74 серии Он находился На вышке Смотря на всех Сверху И лично к нему Повернулся Титан ТВ-мен Чтобы другие Посмотрели Трансляцию Другого Камеремена А это Много Говорит о его Положении Варианте Хотя мы его Ни разу Не видели От лица Другого И по его руковам Мы тоже Ничего Отличительного Не можем Найти Поэтому Это один Из самых Скрытых Камерменов Но который В иерархе Камерменов Довольно Высок По рангу Самое Число 12.47 При определенной Комбинации Наводит меня На одну И ту же Серию Именно 14 Но там Я не могу Найти Подходящего Камермена И даже В 59 серии Предложении Двух чисел Ничего Нельзя найти И накопать Инфо О нем Данный Камермен В любом Случай Должен Выжить В 4 Эпизоде И назвать Его Можно Загадочник Камермен 1056 Появился Он В 66 Эпизоде И походу Это недалекий Родственник Нашего Камермена 1055 При сложении Чисел Эту же Цифру Мы и получим А при сложении Всех Цифр Получим Число 12 Тут Видимо Мы Смотрим Серию За него И тут Приджег его К чертям Возможно Это он А возможно Нет Этот камермен Пронумерован Ему пришло Фейковое сообщение От Дафака Что и пошатнуло Нервишки Всем остальным Агентам После он Дало ему Еще и нож Как я говорил Пронумерованные Камермен Влияют На сюжет И возможно Этот камермен Тоже Сделает Свой вклад В него А благодаря Тому Что Дафак Кинул Всем Фейк Сообщение Мы Смогли Увидеть И саму Базу ТВменов Видафак Максимально Пытался Продвинуть Именно Нашего 1056 Хм Странно Чтобы он Поскорее добежал До гаража Неизвестно Что сейчас Данным камерменом Но скорее всего Он уже где-то Активно воюет Либо же до сих пор Сидит в базе ТВменов Камермен Инженер По камерам Один из внезапно Появившихся Камерменов В 74 эпизоде Данный агент Отвечает Как ни странно За камеры И с ним В паре Летают Камеродроны У него есть Две камеры На его плечах На которых Тоже надеты Специальные линзы Которые можно Регулировать По приближению И отдалению И этими камерами Он может еще и наблюдать Так что в крысу Убить его Не получится Его предплечья Полностью открыты И они Довольно странные Возможно У каждого камермена Такие руки Ведь они роботы И у его рук Есть какие-то отверстия В них Возможно Благодаря ним Можно разъединить Руки без повреждений Не знаю Как это работает Ну ладно Это я ставлю на вас На его камере Есть что-то похожее На крышку Возможно Она отвечает За приближение И отдаление Линзы Которая выдвигается На его камере И посередине Ее есть синяя пленка Возможно Она усиливает Эффект приближения И она может Наблюдать все В макро Для лучшего изучения В сбоку Основной камеры Есть фонарик Почему фонарик Я чувствую На груди Он имеет фотик И мне кажется Что он горит Синяя пленка Потому что тут Он играет роль Пародии Ядра Даже модель Объектива Схожа Его рубашка Была изменена В секретной сцене 76 серии Она стала синей А значит Данный камермен Еще сыграет свою роль И мы его Еще увидим В общем-то Он специалист Не только по камерам Ведь вместе С другими учеными Он будет изучать И сами Астроптехнологии А значит Он отличный инженер Камера Вумен Я понимаю Что вы и так Много знаете о ней Поэтому просто скажу Что ее голова Состоит из Уличной камеры Видеонаблюдения А также Ее номер 69 Что является Неплохой отсылочкой Но почему-то на ее планшете Написано Камерамен Видимо Она или он Что-то скрывает В прошлой жизни Была человеком Под именем Кэти И работала В обортуле Альфа Хьюз При сложении Чисел ее номера Мы не натыкаемся Ни на какие эпизоды Которые наталкивают На ее первое появление В секретных сценах Нам показали Ее обычный облик Без орудий Ее костюм Такой же Как и в ее Человеческой версии Но только без галстука Также она умеет Самонацеливаться Чтобы четко Попадать в цель При этом Эта способность Работать практически Мгновенно И у каждой Вумен Есть своя Уникальная способность Отличающая их От других агентов Но сейчас Она поминает Своего мужа Или бойфренда И стала Пунжер Вумен А ТВ Вумен Вообще на расслабоне По характеру Вумен была всегда Дружелюбна В общем-то Все Вумены По характеру Примерно одинаковые И относятся Ко всем Нечислошно Хотя есть Подозрительные Моментики Впервые появился Она в 52 эпизоде Хотя до этого Она тоже была Но просто не показывалась На камеру И последнее Появление в допсценах Семь шестой серии Камерамэн С черной камерой И красной рубашкой Данный камерамэн Появился во второй серии Сквиди Толлет И некоторые Его могут спутать С камерамэном 1055 Но это два разных агента Потому что В следующей Третьей серии Мы уже увидели Самого камерамэна 1055 А делать редизайн В одном сезоне Это бессмысленно Впрочем Данный камерамэн Активно появлялся В первых сериях Сквиди Толлет Второй Девятый Десятый Одиннадцатый И четырнадцатый Но после Он куда-то исчез В четырнадцатой серии Как мы знаем Было задавлено Много камерамэнов Но в голубой рубашке Все-таки выжил И появился В девятнадцатом эпизоде Но не переживайте Он появился В сорок третьем Эпизоде И кстати Еще его отличие От камерамэна 1055 У него Серый голубой Гостюм В общем-то Они походу С коричневым Характер у данного Камерамэна Самый энергичный И темперамент У него Сангвини В сорок третьей серии Конечно Он хотел сбежать Но увидев армию Снова побежал обратно Что означает Что у него есть Немного трусости В других эпизодах Я его не заметил Поэтому ждем Его новое Появление Камермен 1337 Это ученый Камермен И один из друзей Фантузмена Это число Означает элитный Если сложить Его номер Получим Часов 50 Если что Его располовинило В сорок восьмой серии Поэтому там оказаться Он физически не мог А если сложить Все числа По одному То снова Получим 14 серию Странно Что все ведет Именно к этой серии В общем-то Данный Камермен Вроде как Впервые появился В сорок второй серии А после И в сорок третьей Как унитазный критик А после Его располовинило В сорок восьмой И вернулся он Спустя шесть эпизодов Со своим Роботизированным телом А после В семь второй серии Он его модернизировал Ведь в прошлой версии Он был напрямую Подключен к роботу А в семь второй Он теперь мог С него вылезать Сам Меха Претерпел Некоторые изменения В первой версии Он имел Дротековое орудие В первой версии Управились пушки И новую А также пулемет А еще На верхней части Его автомобиля Есть что-то похожее На полароид Из одиннадцатого эпизода А также Данный робот Имеет логотип Альянса Из халфы В новой версии Он имеет Две лазерные установки Сверху И два Роботизированных Кулака снизу Его махина Спустя 24 эпизода Была уничтожена И в 76 серии Он гуляет Теперь с паучком Управляя уже им На полуавтомате Мы даже знаем Как выглядел раньше Агент 1-3-3-7 В человеческом образе И в принципе С тех пор Ничего не поменялось При этом У паука Есть еще Оборонительный щит Который полностью Защищает владельца От атак Сам паук Может летать Скакать Прыгать Уничтожать С помощью своих Четырех пушек Идра Посередине Его самое мощное Оружие Даже разрушительнее Чем некоторое Оружие астротуалетов А именно Его ядром У паучка Есть два ракетных двигателя И один Огромный двигатель На тяге Посередине И кстати Что делать Вот эта вот штука В третьей его версии Камерамен-ученый Настолько преисполнился Что соединил Остатки своего робота И сделал Центр управления Прям в пауке Последнее его появление Было в первой части 77 эпизода И там они Встретились со Сватом Мутант с прошлого Его появления Уж точно не отошел Короче говоря Очень талантливый Ученые по характеру Довое дружелюбный А темперамент Сангвиник Терехолерик Ученые учеными Но вот есть персона Поважнее Камерамен 1055 И близнецы Ну ребят Вы уж точно их знаете И их разбирали Многие ютуберы Так что просто От себя добавлю Что близнецы Узи данного камерамена Знатно удивились Что он имеет Похожие технологии Как у дафака А значит Они не знали о нем Как о сотруднике Некоторые думают Что красный камерамен И дафакбум Это отсылка на Гордона Фримена И Джимена Потому что в Хауфе Гордон всю работу Делал именно за Джимена Возможно это так Но как по мне Кажется Красный просто работает На него И он его слуга Как и близнецы Появился красный Впервые во втором эпизоде А последнего появления Было в камере допроса Ой То есть в секретных сценах 24 сезона И вот он задержали По конкретному Хотя дафакбум Уверен на том Что все пройдет Без происшествий Сами близнецы Предположительно Относятся к расе Компьютерменов Просто перевоплотились В камераменов Но все же основные их признаки Не ушли Например как зеленый костюм И галстук Если сложить Нумерацию красного камерамена Получим 65 серию Там если что Его пощадили По неизвестным нам Причинам Если прибавить Все остальные цифры В этом номере То получим 11 серию Там впервые появились Ходячие скелеты Да Камерамен имеет способность Становиться невидимым А также Предположительно Он сам умеет Телепортироваться А близнецы С помощью своего фонаря Излучают зеленый свет С помощью которого Они могут делиться Своими способностями Такими как Селепортация И невидимость Камерамен симп Я знаю что вы долго ждали Именно его А может быть и нет Но сейчас я вам расскажу О нем кое что новенькое Мы не знаем его номера Но его прозвали симпом Из-за его влюбленности В ТВ вумен И у некоторых Сложилось мнение Что из-за того Что он такой влюбленный То и боец из него Будет средненький А что Если я вам скажу Что симп Может идти на равных Даже с фонтузменом Все дело в том Что это по сути Один из первых камераменов Которые появились в сериале Он появился еще С первой серии И да Это сим камерамен После я вам предоставлю Свои доказательства К этому В общем он появлялся Очень часто И вот в серии В которых он появляется И вот вам Некоторые моменты В которых вы могли Его не заметить Появлялся он аж В 21 серии И так Почему же я считаю Что это один и тот же Камерамен Обратимся к 29 серии Здесь впервые появился Сквиди Глич И разнес бошку Нашему голубчику А теперь смотрим На 54 серию Когда появился Сквиди Глич Единственный камерамен Который пригнулся Был именно сим Потому что он знает Что за монстр Сюда пришел И благодаря этому Ему не снесли Его башкенку Обычный камерамен Вы сидел на унитазе Ничего не понимая А сим сделал Вот такой вот гениальный Мув Что говорит о его Опытности Сам он был не раз Уничтожен И даже был Заружен паразитом В общем Пережил он многое И любовь Лишь иногда Отвлекает его От дела Но сам по себе Он не трус И очень внимательный Боец Он имеет еще Одного друга А именно Камерамена В красном галстуке Они с ним Всегда вместе Кстати До меня только дошло То что С ним смог Увернуться от атаки С кивидей Циркулярки И в 54 серии, скорее всего, смотрели мы именно от его лица. Вот моменты, где я зафиксировал их двоих. И даже вся из 4 серии они не разучились, что говорит о их хорошей мужской дружбе. Друг другу они всегда помогают. Но вот Красный иногда любит пошалить. Красный по темпераменту, скорее всего, сангвини. А вот Симп, перечувствовал уже всё, что можно. Был холериком, сангвиником, флегматиком. И сейчас эта любовь его довела до состояния меланхолика. И он стал грустным, боязливым, подавленным и слабым. Станет ли он сладеем? Я думаю, нет. Это довольно опытный боец, и терять рассудок он из-за любви не будет. Судя по характеру, он это всё выплёскивает на войне. А это один из его плюсов. Посмотрите, что он делает с Аскебедистом в 56 серии. Он просто избивает его уголами руками до смерти. И в войне с Астром такой настрой будет как раз. В общем, эти два друга в обиду друг друга не дадут. И когда-нибудь Тево Вумен всё-таки заметит его симпатию к ней. Также хотел дополнить про его галстук. Раньше у него был обычный чёрный галстук. А сейчас жёлтый с рисунками. Галстуки у Дафака означают эмоции, которые он испытывает внутри себя. Жёлтый означает радость. Он начал испытывать чувство счастья из-за Тево Вумен. Поэтому его галстук поменялся на этот. Я заметил, что у спикерменов, камерменов костюмы не перекрывают галстуки. А у Тевомены тщательно его скрывают. Но кроме полицефала. Потому что сами по себе они скрытая раса и показывают свои истинные эмоции и чувства, они не хотят. Переходим к последнему агенту. Ван Туз Мэн. Один из популярнейших агентов. Я не хочу пересказывать его биографию и поступки, потому что другие ютуберы уже давно сделали это за меня. Но я хочу высказать своё предположение, почему Ван Туз Мэн может быть ещё жив. Хотя любые предположения уже бесполезны. Близнецы во многих сериях наблюдали именно за Ван Туз Мэном. И даже после того, как они инсценировали свою смерть, они всё ещё пристально за ним наблюдали. Так вот, к чему я веду. До смерти Ван Туз Мэна один из близнецов передаёт дискету до факу. Кто эти дискеты в себе хранят, никто не знает. Возможно, что близнецы так пристально за ним смотрели, чтобы защитить его с дартспикером. А после в нужный момент скопировать все их данные. А возможно забрать даже основные. Что вы после вставите в другое тело. Так как такие бойцы отличаются своей шустростью и опытностью. И как работники до фака, они могут отлично справляться с работой. И это всего лишь предположение, и доказать это предположение невозможно. Одна зацепка, только странная дискета. При этом сам до фак в интервью говорил, что Плантус не вернётся. Кстати, появился он минимум раньше, чем ракетный туалет. Да и в общем, если сказать про всех камерменов, то все они появились с самого начала сериала. Просто они были где-то за кадром. Если я что-то пропустил, обязательно пиши это в комментариях, потому что сценарий мне дал всё тяжко. Я пересмотрел весь сериал от начала и до конца, минимум пять раз. И всё ещё уверен в том, что я вам что-то недорассказал. Поэтому я не буду против того, что вы критиковали этот разбор. А наоборот, поблагодарю за помощь. Всем спасибо за просмотр. А с вами был Кетос, всем пока Кетос. Спасибо Бустерам за поддержку канала. Отдельное спасибо Ана Зарику, Чау из Гмода, Грави, Крепетке, Дену и Пурпо Агенту. И ещё монстру. Спасибо.